Девчонки, привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хотела бы рассказать о своих покупочках, о том, что я купила за последнее время. Здесь будут показаны средства, которые я приобрела за последние, наверное, месяца полтора, для того, чтобы ухаживать за кожей лица в ближайшие летние и весенние месяцы. Практически все средства будут уходовые и будет один продукт декоративной косметики. Поэтому, если это видео кажется вам интересным, то, конечно, продолжайте его смотреть. И желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте я начну, как обычно, с продуктов уходовых, потому что их у меня всегда больше. И закончу, напоследок оставлю то декоративное средство, которое я приобрела и в полном восторге нахожусь. Итак, первое, что хотела бы вам показать, это продукт для волос. Я купила вот такой вот спрей, несмываемый спрей от Schwarzkopf, Essence Ultime, биотин и объем. Спрей-кондиционер для легкого расчесывания и придания объема вашим волосам. Выглядит он вот таким вот образом. Я думаю, что все из вас знают эту серию знаменитую с Клаудио Шифер, Essence Ultime. Я первый раз попробовала, честно говоря, и нахожусь в полном восторге. Первое, что мне нравится, это очень добротно сделанный дозатор. Действительно, очень он хорошо распределяет продукт, выдает ни много, ни мало средства на волосы. Второй момент, мне очень нравится запах. Запах, такой для меня парфюмированный запах, и он действительно очень интенсивный. Прежде чем его покупать, этот спрей, я рекомендую попробовать его в магазине, как он пахнет. Потому что все-таки этот запах остается на волосах, и остается достаточно в таком интенсивном виде. Поэтому, если вам изначально запах не понравится, то это средство будет доставлять вам очень большой дискомфорт при использовании. Мне нравится, нравится эффект, который оказывает этот спрей. Волосы действительно становятся слегка более плотными. Не могу сказать, что он дает какой-то нереальный объем, но я и не сушу волосы феном. Возможно, если вы сушите волосы феном, делаете укладку, то при этом, при тепловом воздействии, этот спрей работает еще лучше. Но, даже учитывая то, что я сушу волосы обыкновенным способом, естественным, то это средство все равно делает мои волосы плотнее, их становится, видимо, чуть больше, и запах. Запах нереально крутой, плюс эффект, который дает этот спрей на волосах легкого расчесывания, действительно присутствует. И за счет него мои волосы действительно намного-намного легче расчесываются. Рекомендую, очень довольна покупкой. Дальше я купила два тоника. Заказала оба тоника на iHerb. Первый из них это фирма Jason, насколько я знаю, называется. Выглядит вот так вот. Это серия с витамином С, Jason, Super Effects, просто Super C Toner, Anti-Aging Daily Mist. Без парабенов, без СЛС, без минерального масла, в общем, всякой вот этой бяки нету. Это Daily Mist, то есть это тоник с вот таким вот дозатором, очень классным, на мой взгляд. Пахнет просто потрясающе. Пахнет какими-то конфетками, тропический такой вкус. Честно говоря, и слегка апельсинкой, да, пахнет. То есть апельсиновый запах тоже присутствует. Здесь очень хороший состав. Действительно прям достойный состав. Нравится то, что здесь есть спрей. Еще не использовала этот тоник. Обязательно поделюсь своим впечатлением об использовании этого средства. Но первые мои впечатления об упаковке, как все сделано, как хорошо выглядит дозатор, какой приятный запах, цена этого тоника. Мне все нравится. Я надеюсь, что после использования также останусь безумно довольна. Обязательно вам расскажу. Второй тоник, который я решила попробовать, это фирма Anadol Naturals. Это серия с алоэ и еще чем-то для жирной кожи, который призван очищать и освежать кожу. Здесь есть знаки, все вот эти вот эко-серты и прочее. Глютен-фри, веганские знаки, да, круинт-фри. В общем, круинт-фри, очень хороший тоник по составу по-своему. Здесь, к сожалению, на упаковке состав не указан, но он реально очень хороший. Я помню, там одни экстракты в составе. И что он делает? Заявлено, что это пор-минимайзер, то есть тоник, который минимизирует ваши поры. Мне кажется, здесь в составе есть ментол. Я, честно, не помню, есть ли он действительно в составе. Сам по себе он, запах очень интенсивный и пахнет действительно чем-то вот таким ментоловым и травянистым. Девчонки, как он работает на коже? Я его оставила специально для лета на самую такую жаркую пору, потому что он нереально холодит ваше лицо. Мне так понравился этот эффект. Я использовала его только один раз и решила, что это просто незаменимая вещь для нашей такой жаркой погоды. Когда вы наносите его на ваше лицо на ватном диске, он не сразу, но где-то секунд через 10-15 начинает просто невероятный такой охлаждающий эффект оказывать на вашей коже. За счет этого, конечно же, подстягивает поры, слегка подсушивает все, что нужно подсушить, не сушит уже сухие участки. В общем, мне понравилось, как он балансирует вот этот вот, держит баланс между тем, что нужно подсушить и не нужно. Невероятный вот этот вот эффект охлаждения. Мне прям безумно все понравилось. Я надеюсь, что дальше я буду им так же довольна. Обязательно поделюсь своим мнением с вами. На первый взгляд, это очень классный тоник на лето. Мне кажется, будет просто самое то. Есть у меня два крема для лица. Первый крем, я думала, честно говоря, когда его покупала, думала, что я буду использовать его днем. Это тоже та же самая серия, что и тоник. Я покупала их вот так вот в паре. Это тоже фирма Jason. Крем с витамином С. Вот так вот выглядит баночка. Очень добротно сделанная банка. Она стеклянная, очень такая тяжелая. Крышка пластмассовая. Когда мы его открываем, защитной пленки, к сожалению, нет. Здесь вот такой вот белый крем. Я думаю, что вы видите, что крем невероятно плотный. Когда я его открыла, я все-таки немножко разочаровалась, потому что думала, что он будет легкий. И использовать я его буду все-таки именно днем. Но, как оказалось, крем вот такой вот плотный. Но он очень быстро впитывается. Очень хорошо распределяется по коже. И когда он полностью впитывается, мне показалось, что он дает такой слегка матирующий какой-то эффект. Посмотрим, как это будет на самом деле выглядеть на коже лица. Но, тем не менее, вот на коже рук выглядит именно так. Он не липкий, то есть липкости не ощущаете вы. И у него вот такой же нереально крутой запах. Пахнет конфетками плюс апельсинкой. Вот такой вот какой-то игрушечный запах из детства. Очень классный, мне нравится. Мне кажется, на лето будет самый топ, потому что я люблю такие фруктовые запахи на лето. И надеюсь, что он будет действительно работать тоже неплохо, потому что на ночь все равно я люблю использовать более питательные текстуры. Я думаю, что на лето, на ночь он как раз мне подойдет. Обязательно тоже расскажу. И второй крем, который я купила, это крем от Darfan. Их серия Intral. Вот так вот выглядит. Это крем для чувствительной кожи. Я также планирую его использовать вечером. Почему я его приобрела? Приобрела я его потому, что сейчас у меня после пилинга, после кислот, очень такая капризная кожа, которая требует действительно щадящего ухода. И я его чередую, планирую чередовать также с кремом от Jason. И сейчас чередую со своим основным кремом, который я использую на ночь. Почему? Потому что он дает, знаете, такое вот именно комфортное ощущение. И мне кажется, он слегка регенерирующим таким действием обладает. Он быстро снимает покраснение. Он мгновенно удаляет с вашего лица какое-то чувство дискомфорта, вызванное сухостью, раздражением, еще чем-то. Он действительно очень хорошо с этими вещами борется. И здесь довольно большой объем, 50 мл, но он очень-очень экономичный. Белая такая текстура, достаточно плотная. Это не легкий крем. Он достаточно плотный. На лето, на день он, естественно, не подойдет. Это скорее осень, весна, зима даже, именно дневное время, да, суток. А так я вот его использую вечером. Мне очень нравится использовать после пилингов. Только начала его использовать, когда закончится упаковка. Я думаю, у меня будет более полноценное мнение в этом продукте. Но пока первые впечатления очень хорошие. И что не свойственно компании Дарфан, очень такой нейтральный запах. Что, собственно говоря, мне нравится в этом креме. Потому что у Дарфана все-таки в кремах довольно интенсивные запахи, которые не всегда мне нравятся. Цветочные, да. Вот мне нравится, что он так слегка пахнет, но не сильно, не навязчиво. Поэтому понравилось это тоже. Два крема для глаз у меня ждут своей очереди. Это два крема от Новосвит. Мой хомяк сказал, что мне нужно их обязательно попробовать. Я решила их купить. Первый крем выглядит вот так вот. Новосвит. Это корректирующий флюид для кожи вокруг глаз со светоотражающими частицами для сияния кожи. Вот такой вот удобный носик. Здесь дозатор. Крем сам по себе белый. Очень легкий. Я его еще не использовала. Но попробовала тоже вот так вот на руке. Очень он легкий. Безумно приятный. Хорошо распределяется по коже. Мне кажется, он будет действительно хорошим таким кремом дневным именно на лето. У него достаточно неплохой состав. Здесь написано, что он создает мгновенный эффект сияния и свежести кожи. Посмотрим, так оно или нет. Попробую. Обязательно поделюсь своим впечатлением. И второй крем, который я тоже попробовала. Аквафиллер. Гиалуроновый крем-филлер для кожи вокруг глаз. Заполняет морщины, восполняет потерю влаги и создает сияние и свежесть. Гиалуроновая кислота и наноколлаген. Вот так вот он выглядит. Тот же самый носик. Здесь уже 20 мл. Этот крем более легкий. Более гелеобразный. Вот так вот выглядит. На камере выглядит одинаково. Но по ощущениям этот крем вообще невесомый. Очень-очень быстро впитывается. Нейтральный абсолютно запах. Его практически нету. Тоже довольно приятный у него был состав. Здесь он не указан. Я помню, что состав был неплохой. Здесь крем заявлено, что при контакте с кожей превращается в легкую тающую эмульсию. Мгновенно увлажняет и выравнивает текстуру кожи вокруг глаз. Вот чисто по первым ощущениям, мне кажется, так оно и есть. То есть он действительно очень легкий, невесомый, быстро впитывается. И действительно как-то, мне кажется, выравнивает поверхность. Вот на коже руки, по крайней мере. Обязательно попробую и вам расскажу. Вообще косметика Новосвит для меня явилась каким-то открытием. И очень мне нравится ее использовать. Учитывая плюс ту цену, которая на них выставлена, на эти продукты. Мне кажется, действительно большая-большая такая находка. Советую попробовать, если вы еще не пробовали. Так, и что еще? Еще я купила две таких вот упаковки с ампулами. Это компания Тиана. Вот так вот выглядят ампулы. Я думаю, что все из вас знают. Одна уже открытая, одной я уже успела попользоваться. И давайте покажу ту, которая закрытая сначала. Выглядит вот так вот. Это экспресс-восстановление. Вторая антикупероз. Давайте антикупероз тоже я покажу. Выглядит вот так вот. Когда вы открываете, вы увидите здесь. Сейчас я вам приведу божеский вид. Вот такую вот коробочку. Вот с такими вот ампулами. Это как такие медицинские ампулы. С одной стороны, это и плюс, и минус. Давайте расскажу, почему это минус. Плюс, понятно, да? Здесь все герметично. Здесь все медицински чисто. Никакие бактерии, побочные продукты не попадают вовнутрь. Это все очень классно. Но для того, чтобы открыть эту ампулу, то есть вы понимаете, да, что здесь такая прометаллизированная какая-то вот эта крышка. Ее нужно надрезать. Мне приходится идти на кухню, доставать нож, открывать эту ампулу, разрезать вообще какими-то мучениями, сопровождать все вот это вот разрезание вот этой крышки, доставать ампулу. И потом она должна храниться в холодильнике. То есть для того, чтобы воспользоваться продуктом, мне нужно идти в холодильник, потом снова класть ее в холодильник и так далее, и так далее. В общем, для меня это определенный дискомфорт. Но, тем не менее, я попробовала пока только две ампулы. Естественно, вот это антикупероз. Естественно, девочки, с каким-то куперозом, она за два применения, там даже четыре применения у меня получилось, конечно же, купероз у вас не пропадет. То есть минимум это нужно закончить весь курс и дальше уже говорить о каком-то видимом эффекте. Что могу сказать? Одной вот такой вот ампулы, вы ее открываете, здесь написано, что срок годности 24 месяца, сколько можно хранить вот такой ампулы в открытом виде, не написано нигде. Я ее открываю, и мне хватает здесь на три применения. Можно растянуть на 4, на 5, на 6. Я знаю, что некоторые на неделю растягивают вот эту ампулу, но я не знаю, как так можно, честно говоря, сделать. Я использую эту сыворотку 2 или 3 дня, утром и вечером. Вот одной такой ампулы мне хватает на 2 или 3 дня. Она достаточно жидкая, как можно заметить, да, то есть там водичка. Она слегка пощипывает, когда я наношу ее на кожу. Честно говоря, вот антикупероз, я думала, что будет обладать наоборот таким более щадящим, что ли, свойством. То есть она не будет настолько интенсивно работать на коже, но тем не менее пощипывание ощущается довольно интенсивно. Я чувствую, что что-то работает на моем лице. Пока, опять-таки, говорить о каких-то видимых результатах рано, потому что использовала всего 2 ампулы. Что могу сказать? Они не рекомендуют, компания Тиана не рекомендуют использовать эти ампулы во время лактации и беременности. Я сейчас кормлю ребенка, но я разговаривала с консультантами, и они мне сказали, что в принципе это пожелание только рассчитано на то, что у вас есть какая-то аллергия на какой-то определенный компонент. И, как вы знаете, что во время лактации, во время беременности, конечно же, все вот эти вот аллергические реакции, они проявляются гораздо быстрее. Только поэтому они написали о том, что нежелательно использовать эти ампулы. Но какими-то другими побочными эффектами они не обладают. Поэтому, если вы попробовали и у вас нет аллергии, то в принципе вы можете использовать этот продукт, даже будучи беременной и будучи лактирующей женщиной. Что в составе? В составе... А, вот здесь, смотрите, написано. Срок годности после вскрытия 3 дня. Вот, 3 дня можно его хранить. Некоторые недели используют, не знаю, как, девчонки, 3 дня. В общем, я больше и не хранила. Гель гиалуроновой кислоты, экстракт хмеля, экстракт ромашки, экстракт конского каштана, экстракт гамамелиса, экстракт тимьяна, экстракт розмарина. Вот состав. Небольшое количество сыворотки нанесите на кожу, деликатно вбивая подушечками пальцев до полного впитывания. При отсутствии гиперчувствительности кожи. Смешайте, это второй способ. Смешайте небольшое количество сыворотки с кремом, подходящим вашему типу кожи, и нанесите, как обычно. Я использую первым способом, то есть до полного впитывания, наношу и после этого наносила свой крем. Как у меня закончатся мои предыдущие, которые я показывала, сыворотки с коллагеном, я приступлю вот к этому курсу, закончу сначала антикупероз, и потом начну использовать второй вот этот курс. Здесь экспресс восстановление. Все то же самое, я предполагаю, те же самые ампулы. Здесь другой состав. Здесь составит тоже гиалуроновая кислота, экстракт алоэ, экстракт маркови, экстракт ладана и депантенол. Я купила как раз восстанавливать свою кожу после пилингов, мне кажется, это будет очень хорошо. После солнца тоже будет подходить, потому что здесь есть депантенол, экстракт алоэ, как известно, именно для кожи, которая подвергалась воздействию пилингов, солнечному воздействию. Подобные экстракты работают очень хорошо. Обязательно вам расскажу о том, понравились ли эти средства или не понравились. И хотела бы показать один продукт косметический, который я приобрела. Это вот такая вот тональная основа от Yves Saint Laurent. Я не знаю, думаю, что она вам известна. Она называется Le Tent. Не буду я коверкать название, мне кажется, я неправильно прочитаю. Короче, я все подпишу обязательно внизу. Вот так вот выглядит тональная основа. Я думаю, что многим она известна. Здесь вот такая вот крышечка, откручивающийся колпачок. И выглядит она как бальзам, не бальзам, а лак для губ. Очень известный Yves Saint Laurent. Я почему-то думала раньше, что вот эта вот тональная основа, она будет безумно плотная. Вы знаете, в Duty Free я подошла к стенду Yves Saint Laurent и была очень удивлена тому, что она невероятно легкая. Я искала для себя какое-то флюидное покрытие, которое будет мне подходить на лето. И как раз вот эта тональная основа обладает тем самым флюидным покрытием. Цвет очень универсальный. Цвет мой B40, он невероятно универсальный. Он кажется темноватым, но когда вы его наносите на кожу, он очень хорошо подстраивается. Подстраивается и дает действительно такой приятный какой-то слегка, вроде бы как матовый эффект. То есть я имею ввиду по ощущениям, такое ощущение, что у вас кожа матовая становится. То есть она такая как бархатистая. Безумно приятно пахнет средство. Сливается с тоном кожи. И при этом, при всем, при том, что контактным путем вы чувствуете, что это какой-то такой бархатистый финиш, кожа подсвечивается изнутри. Вот тот самый glow, который я так люблю, который я пыталась найти в каких-то других средствах, дает вот эта вот тональная основа. Очень она мне нравится. У нее среднее покрытие, она не перекроет какие-то явные прыщи на вашем лице, но она достаточно неплохо закроет покраснение, выровняет цвет вашей кожи. И вообще покрытие такое достаточно приемлемое, я могу сказать. То есть мне кажется, что оно среднее. Если по пятибалльной шкале ранжировать, то где-то на тройку. Я думаю, что в серединке можно оценить покрытие. Приятное в нанесении, очень экономичное, легко распределяется как руками, так и спонжем. Я наношу руками. Мне нравится то, что цвет кожи, сравнивается она с цветом кожи. И действительно, она незаметно, очень легко она выглядит. Вы не ощущаете на своем лице вообще ничего. То есть она ложится такой легкой-легкой вуалью на ваше лицо. Безумно приятный эффект дает. И что мне еще нравится, то что вот этот цвет, мне кажется, подойдет как загорелым девочкам, так и довольно таким со средним типом кожи, со средним цветом кожи. Я имею ввиду, может быть, такой оливковый потон и так далее. То есть если вы еще не смуглянка и не совсем, я не знаю, у вас светлая какая-то кожа, то вот если вы в середине находитесь, на середине пути, я думаю, вот этот цвет B40 вам подойдет. Не пугайтесь, что здесь он в упаковке кажется таким темным. Он действительно на коже как-то очень интересно подстраивается. У меня даже, у меня дичем как раз, которая продавала, она мне сказала, что вот вам подойдет это средство и сейчас, и летом. Я думаю, что она была действительно права. Вот, безумно понравилась мне эта тональная основа. Единственный минус, она где-то, наверное, часов 5 она держится на вашем лице, после этого она начинает сползать. Сползать как? Сползает ровно, просто сходит с лица и нужно обновлять ее. Если ее фиксировать все время какой-то пудрой матирующей, возможно, она продержится дольше. Я не пробовала, я фиксировала обычной пудрой с утра. И, конечно, то есть учитывая, что меня ребенок постоянно трогает за лицо, тональная основа долго не держится. Но вот при всех даже вот этих вот имеющихся исходных данных, она держится у меня часов 5-6, и для меня, в принципе, этого достаточно. Я могу потом повторить нанесение, и, скажем, для меня это не минус. Поэтому мне она безумно понравилась, это тональное средство. Я буду еще его тестировать, но уже на данном этапе могу сказать, что это очень и очень достойная покупка. Я не жалею потраченных средств абсолютно. Вот, девчонки, это были все мои покупки на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам понравились те средства, о которых я сегодня рассказала. Если есть какие-то комментарии, обязательно оставляйте их. И до скорых встреч. Желаю вам хорошего дня. До скорых встреч. Пока-пока.